Привет! Меня зовут Лена. Сегодня я поделюсь с вами простейшим рецептом вкусного и полезного брауни. Этот сочный и насыщенно шоколадный десерт, как и все на моем канале, не содержит сахара и трансжиров. А также этот рецепт не содержит яиц и глютена. При этом в моем брауни достаточно много белка, которого так часто не хватает в обычном рационе. Друзья, если вы не знаете, где купить тот или иной ингредиент или чем его можно заменить, загляните в описании под видео или спросите меня об этом в комментариях. Я постараюсь вам помочь. А в этом рецепте можно легко заменять многие ингредиенты и все равно получать прекрасный результат. Об этом я расскажу в процессе. Ставьте лайк и сохраняйте себе этот простейший в исполнении рецепт. И, конечно, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик. У меня будет еще много интересного и полезного. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Творог, сироп топинамбура, льняная мука, вода, кукурузная мука, кокосовая мука, какао и сода. Сначала делаем так называемое льняное яйцо. Для этого соединяем 50 грамм воды и 1 столовую ложку льняной муки. Вместо этого можно использовать простое куриное яйцо. Размешиваем и даем льняному яйцу немного настояться. В это время подготовим остальные ингредиенты. В блендер выкладываем 120 грамм творога и 120 грамм сиропа топинамбура. Сироп топинамбура здесь можно заменить финиками, бананами, фруктовым пюре или подсластителем. Пропорции для замены я оставлю для вас в описании под видео. Смешиваем все это блендером до размельчения комочков творога. Теперь смешаем все остальные ингредиенты. В чаше у меня 40 грамм кукурузной муки, добавляем 10 грамм кокосовой муки, 20 грамм какао и 5 грамм соды. Выкладываем все это в блендер, туда же отправляем льняное яйцо и перемешиваем до однородности. Вот такое густое тесто у нас получается. Выкладываем его в любую форму. К этому времени духовка уже должна быть разогрета до 180 градусов. Аккуратно разравниваем и отправляем наш брауни запекаться на 30 минут. По истечении этого времени достаем горячий брауни из формы. Мне это очень легко сделать благодаря силиконовому коврику. Пока брауни еще очень горячий, я положу на него молочный шоколад без сахара. Шоколад растает за пару минут и сделает наш десерт еще аппетитнее. Вот такой красивый и очень вкусный брауни у нас получился! Очень легкий рецепт, в котором по сути все нужно смешать в блендере и запечь, но при этом так вкусно! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok